Всем летний привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Добро пожаловать! Ну что, я продолжаю вас мотивировать на наведение порядка, при этом делаем мы это все легко, ненавязчиво. В предыдущем видео я вам показывала частичную уборку, и пришло время как раз таких дел, которые раз в месяц, или раз в два, или даже раз в сезон. И вот сейчас мне так хочется привести дом в порядок к летнему периоду. Конечно, лето уже началось, но тем не менее. Эти видео сняты чуть-чуть раньше, выкладываю только сейчас. Так вот, в предыдущем влоге я показывала уборку спальни, уборку ванной комнаты, показывала, как я сняла эту шторку в ванную, постирала. А вот уже в этом влоге я вам показываю, как я ее распрямляю, отпариваю и развешиваю. Какая же она чистенькая, ровненькая, да и вообще мне очень нравится тканевая шторка, такая структура ткани. Она не пропускает воду, хорошо смотрится, такие нежные цветы. В общем, отлично подошла, вписалась в нашу ванную комнату, и пока что-то менять не хочется. Также я развесила, точнее сначала отпарила, а потом развесила тюли, шторы, которые стирала тоже в предыдущем влоге. И вот сегодня я их уже вернула на место. Это тоже такое вот ощущение чистых штор, чистого тюля, чистое окно, спальня в порядке. И, кстати, когда я развешиваю чистый текстиль, я наношу капельку парфюма. У меня есть такой парфюм, который, с одной стороны, вроде приятный, но на мне я его не хочу слышать, а вот на какой-то домашний текстиль то, что надо, особенно на шторы. Он нейтральный, такой легкий, и в спальне стоит притягательный и нежный аромат. Сегодня какой-то глобальной уборки в видео не будет, сегодня мы отдыхаем, просто некоторые домашние мелкие дела. Также в предыдущем видео я вам показывала разбор гардеробной, наведение порядка и показывала, какая у меня обувь приготовлена на лето. В общем-то, всю свою коллекцию, как я ее храню. И я там озвучивала, что мне не хватает удобных спортивных босоножек, сандалий. В общем, такой обуви открытой, в которой я смогу ходить в большие расстояния. И тадам! Я нашла такие босоножки бренд Эко. Какие они, девочки, удобные! Я сейчас вам показываю только вот распаковку, купила их, но я уже вовсю их обуваю. Они мне ни разу не натерли, они мягкие, платформа высокая. Такая классная подошва, рельефная, очень удобная. По крайней мере, под мою стопу это полный комфорт. Плюс так хорошо смотрится. И здесь такие оттенки серебристые, белые, черные, бежевые. Ну, в общем-то, классика базового гардероба в целом. Босоножки безупречные, очень классные, очень удобные. Я в них теперь гуляю на большие расстояния и кайфую. Еще буквально несколько секунд мой образ, точнее вот эта вот юбка спортивная, я вам ее показывала в покупках и вот так периодически ее надеваю, так она смотрится. Девочки, сейчас поделюсь секретом всегда чистой стиральной машинки, особенно резинки. Я часто при стирке добавляю кислородный отбеливатель и уже забыла, что такое чистить резину. Она теперь всегда чистая. Добавляю его только при стирке не менее 60 градусов. На сегодня я использую кислородный пятновыводитель Изиклин. Это средство премиум класса и эффективнее среди конкурентов, так как содержит максимальную концентрацию активного кислорода. Он без хлора и без фосфата. В комплекте есть мерная ложечка, что очень удобно. Тут важное условие работы – горячая вода, не менее 90 градусов. Только так активизируются гранулы, а потом можно разбавить холодные для деликатных вещей и поверхностей. Мне надо вывести некоторые пятна. Например, с этого полотенца есть пятно от соуса. Также буду выводить пятна с моей футболки. Я ее уже постирала, но в районе подмышек остался желтый налет от применения косметических средств. Ну а теперь все просто. И, как я уже сказала, важно развести гранулы в горячей воде. Я вообще заливаю их кипятком. Такое получается шипение. Жду, пока гранулы хорошо растворятся и опускаю вещи. Если вещи деликатные и несовместимы с горячими температурами, я просто добавляю холодной воды, довожу до нужной температуры и уже затем опускаю одежду. Этот пятновыводитель универсальный не только для выведения пятен на вещах, но и для уборки дома. Область применения широкая. Это и посуда, и одежда, и поверхности, кухонные аксессуары, мягкая мебель, обувь, украшения из золота и другое. А еще он удаляет неприятный запах и плесень. Я решила экономно расходовать средства, раз уж развела для вещей, пока они замачиваются, почищу заварник от налета и сам, и фильтр, а еще скопился налет на овощечистке. Кстати, закидывал ее в посудомойку, но углы так и остались с налетом, поэтому сейчас попробую очистить. А вообще изиклин отлично удаляет стойкие загрязнения и, между прочим, оказывает антибактериальный эффект, при этом безопасен для детской одежды. Итак, смотрите, какой чистый заварник, как блестит ситечка, весь налет отошел. Тут я не сомневалась, а вот больше оценила результат на овощечистке. И просто идеально все отмылось. Что касается вещей, я их замачиваю примерно 30-40 минут, затем закидываю в стиральную машинку и в сам барабан добавляю еще очистителя. Стираю на 60 градусах. И вот результат. Все белоснежное, пятна и желтизна отстирались, как с полотенца, так и с зоны подмышек, где не мог справиться порошок. Покупала средство на Валбере, ссылку на него оставлю в описании. Кстати, можете там и отзывы на него почитать. Ну а сейчас я вставляю кадры того, как я еще использую это средство, когда оно у меня остается уже в разведенном состоянии. То есть я просто его так вот, знаете, не сливаю. Я беру губку и обрабатываю краны в санузле. Очень хорошо все вот эти вот пятна на лед отходят. А еще то, что у меня осталось после чистки посуды, я сливаю в унитаз. Оставляю на какое-то время и просто споласкиваю. И унитаз белоснежный. Очень люблю это средство, оно теперь всегда у меня в доме. Я даже выделила емкость для его хранения. Но сейчас предлагаю прогуляться быстренько по магазину IKEA. Это не официальная сеть, это частный магазинчик. Просто здесь продают товары из IKEA. Везут их из польской IKEA. Так что если вы собираетесь к нам в Калининград и любите такой магазин, вам на заметку. Ну а я покажу вам свой улов. Мои скромные покупки IKEA. Плечики, очередной комплект. Сейчас столько летних вещей. Плюс я приспособилась и брюки подвешивать, и топики. Поэтому вот не хватило. Очень нравятся они, уже не раз говорила. Тонкие, выносливые. Благодаря чему их очень много помещается на штанге. И здесь их 10 штук. Цена где цена? Цена 320 рублей. И два полотенца мальчишкам. Периодически обновляю. Одно серенькое, но оно, видите, какое с двумя оттенками. То есть тут посветлее, здесь потемнее. И очень нравится, что на них такие хорошие, добротные, крепкие петельки. Как раз для наших крючков. Не спадает ничего. Качество суперское. Так, вот это полотенце. Они чуть-чуть отличаются по цене. Это 1500. А вот это вот синенькое. Здесь уже немножко другое оформление. Это, по-моему, 1000 или 1100. Да. Но по размеру они одинаковые. Тоже здесь петелька. Цвет такой. Они оба. Каждое полотенце хорошо по-своему. Купила на Валдересе вот такую подставку для ножей. Пластиковая серая. Она вообще к нам идеально по цвету подходит в ящик. Но, представляете, буквально сантиметра, даже нет, меньше сантиметра не хватило, чтобы она вошла. Широкая, там на каких-то 3-4 миллиметра. И она не вставляется у нас в этот ящик, в отдел. Хотя, вроде, по размерам, когда я проверяла, оно должно было влезть. Видимо, фактически размер больше, чем заявлен. В общем, так обидно. Она должна была идеально вписаться, но нет. Поэтому обратно запаковала. И сейчас несу на Валдерес, оформляю возврат. Стоит она 300 с чем-то рублей. Правда, из них 100 рублей не придется заплатить за возврат. У нас платные возвраты. Вот. Жаль. Не знаю, где мне найти подставку. Вот что-то типа уже, походу, самим надо ее делать. Потому что что-то это была вроде самая узкая из всех, что я смотрела на маркетплейсах. И вот она даже не вошла. Думаю, вы уже поняли. Показываю вам готовые украшения, которые сделала моя свекровь. Я не так давно тоже демонстрировала вам покупку вот этих бусин. Это натуральные камни. И озвучивала, что я хочу. Точнее нет, я вам озвучивала, что покажу свои задумки. Так вот, первая задумка это подвеска для очков. Потому что, когда я захожу куда-то в помещение, мне очки некуда деть. У меня сумочки маленькие, я не беру с собой чехлы. Карманы тоже не всегда спасают. И очки, как правило, на голове. И бывает так, что можно их уронить. В общем-то, я берегу свои очки. Поэтому мне нужна была такая подвеска. Думала купить готовую, но либо они совсем страшненькие, либо очень-очень дорогие. И мне пришла идея в голову попросить свекровь сделать, как она делала мне браслетики, только подвеску. И получилось обалденно. Очень теперь удобно. Очки теперь на груди, когда необходимо их снять. И в целом эта подвеска еще как дополнительное украшение. Так переливается вот этот черный шпинель. Очень хорошо смотрится. Ну и, конечно, из украшений у меня еще два браслетика. Они одинаковые на две руки. Тут есть такая подвеска в виде сердечка. Благодаря этой цепи можно регулировать размер. И здесь у меня остатки черного шпинеля смиксованные с гранатом. Это тоже натуральный камень. Получилось очень хорошо. Даже в дуэте с золотым браслетом оно смотрится. С часами. Тут, конечно, дело вкуса. Кому-то, может быть, не нравится такое сочетание. Но мне комфортно. Мы же всегда выбираем то, чтобы нас радовало. В общем, я очень довольна. И сейчас вам еще кое-что покажу. Хочу с вами поделиться вот такой красотой. Переливается, как грани играют. И при электрическом освещении, и при солнечном. При солнечном это вообще просто невероятная россыпь. Вот эти бусины это хрусталь чешский. А это натуральный камень. Черный и фуксия это шпинель. А вот это, я, честно говоря, так и не поняла правильное название. Тут осталась этикеточка. Ой, что это у нас тут такое? Не знаю. Это сложно читается. В общем, это тоже натуральный камень. Он тоже граненый и переливается. А еще вот такие подвески. Кстати, эта фурнитура очень качественная. Она не облазит. Потому что, например, вот мои готовые браслетики, которые мне делала свекровь. Но вот это я купила в Турции браслетик. А это мне делала свекровь. Вот тоже, видите? Это все натуральный камень. Это чешский, как его, хрусталь. И вот у меня вот такие вставочки. Ну, только другие немножко формы. Так вот, я с ними даже в море плавала. Вообще, конечно, это нежелательно делать. Но я плавала. И с вот этой фурнитурой, что с фурнитурой, что с этими вставками, ничего. Она прекрасно переносит воду, не облазит. В общем, классно. Это мои браслетики. Тут разные подвески. Видите, есть на подвеске бусинка. Благодаря вот этим подвескам цепи регулируется объем по руке. Тут, видите, даже смайлик какой. Вот. А это заготовки. Тут клевер. Потом вот такие маленькие. Звездочки еще тоже вставочки. И бабочки. Что звездочки, что бабочки. Здесь такие камушки. Видите? Это я купила уже под заказ. Под заказ двум прекрасным красоткам. И здесь будет что? Здесь будет шесть браслетов. Шесть браслетов на шею украшения. И из черного шпинеля. А я шпинель сказала? Шпинель. Шпинель, правильно, да? В общем, из него будет подвеска на очки. Реально очень удобная штучка. Покажу вам обязательно готовый результат, что получится из вот этих бусин, нитей. Пока это только в форме вот нитей. Ну, так и продается. Кстати, чтобы вы имели представление по цене. Вот у меня один ценник остался. Вот одна только. Это зеленая нить. Это примерно два браслетика. Два браслетика стоят... Это только бусины. Вот, 2490. Ну, потому что натуральный камень. Плюс фурнитура хорошая, качественная. Плюс, конечно, работа. И украшение получается, ну, такое, нормальное по цене. Кто-то может сказать, да нафиг это надо. Ну, это так, на любителя, на тем, кому это нравится. И мы планируем со свекровью сделать несколько украшений готовых. И я с вами поделюсь. Их можно будет купить. Ну, тем, кому это интересно. Я знаю, что вот у меня уже есть заказик. Хотя я еще ничего не показывала, не озвучивала. Плюс еще там девочки спрашивают, как бы заказать. С заказами, на самом деле, очень сложно. Мы вот это все выбирали. Поэтому, скорее, будут готовые украшения, из которых можно себе что-то выбрать. В общем, как-то так. Ладно, все этим с вами поделилась. Вот, кстати, на мне сейчас браслеты на одной руке и на другой. Здесь гранат и шпинель в микс. И тоже такая цепочка. Кстати, еще вот это вот масло сухое. Ой, девчонки, какое оно классное. Я вот уже вовсю начала пользоваться, потому что тепло. Уже открытая одежда, короткие юбки, шорты. И понеслась. Руки, ноги намазываю. Нет никакого там блеска, но есть очень красивое сияние. И самое главное, уход. Такая кожа напитана. Но здесь хороший состав масел. Тут их аж 7 штук разных. Не знаю, сейчас попробую сфокусировать. Вот, видите, что здесь, какие масла и витамин Е. Он, правда, и аромат такой классный. И он не липнет. То есть не липкая кожа. Вот то, что надо. Ничего не пачкается. Нет выраженных блесточек. Да, я уже сказала, единственное. Вот единственное, что мне не нравится конкретно в этом масле. Это способ его нанесения. Потому что здесь узкое отверстие. И, честно говоря, оно как-то плохо выливается. Приходится его трясти, чтобы выдавить этот продукт. Не знаю, я уже думаю, может, вот это вот всковырнуть и убрать. Тогда оно будет быстрее отечь. Может, к нему надо какой-то дозатор было купить. У кого есть такое, напишите мне. У вас нет проблем с нанесением? У меня он прям по капельке выдавливается. Но на ноги этого мало. И прям надо вот так хорошенечко потрясти. Но зато расход экономичный. Я сначала думала, ой-ой-ой, какая баночка. У меня, наверное, за несколько дней это и закончится. Но нет. Совсем немного масла. Оно очень хорошо так разносится. Поэтому я вот уже сколько раз им пользовалась. Оно пока вот совсем немножко ушло. Единственное, что плохо выливается из этого флакона. А так я очень-очень удовольна. Такой компактный с собой, если вот так в отпуск взять, много не затянет. Ну и смотрится классненько. Так, между нами девочками этим поделилась. Пошла я дальше делами заниматься. Сейчас готовлю борщ. Сегодня у меня простой вариант. И, пожалуйста, девочки, хватит уже писать, что это не борщ. Это там еще не что-то. Для меня это борщ один из вариантов. Каждая хозяйка все равно делается своей изюминкой по-своему. Поэтому у меня сегодня борщ из курицы. Уже сварился бульон куриный. Я измельчила курицу. Опустила в кастрюлю молодой картофель, молодую капусту. Сейчас буду делать зажарку на сливочном масле. Также у меня здесь специи. Это соль. Универсальная специя, которую я не раз нахваливала. Она идет и для птицы, и для мяса, и для рыбы. И молотый чеснок. Для зажарки я беру лук репчатый, морковь, свеклу уже вареную соломкой готовую покупаю. Резанные помидоры. Сегодня я открыла баночку резаные черри в собственном соку. Их буду добавлять в зажарку. И, кстати, когда я добавляю томаты в любое блюдо, будь то суп, горячее, я всегда добавляю сахар. Где-то столовая ложка. Но тут зависит, конечно, объем блюда. Также добавляю специи в зажарку. Даю протушиться. Параллельно я перекладываю остатки этих томатов в емкость для хранения. У меня такая стеклянная кружечка с крышкой. И отправлю в холодильник. И вот сейчас достала готовую вареную свеклу соломкой. Уже так ее покупаю. Тоже перекладываю в стеклянную тару с крышкой, в которой она будет храниться. Потому что всю свеклу я не буду на борщ брать. Где-то половинку. Остальное, может быть, там салатик какой-нибудь приготовлю. Я иногда делаю свеклу отдельно зажаркой. А вот сегодня у меня сразу все вместе. Кстати, также я еще добавляю немного уксуса 9% чтобы сохранялся цвет этой свеклы. Немного обжарю, протушу и уже отправляю в кастрюлю. А пока у меня тушится, я тут параллельно всякие мелкие дела на кухне выполняю. В том числе решила изменить хранение корицы. Раньше у меня была такая баночка, ее в Фаберлеке брала. Но она не очень удобно, постоянно рассыпается. И у меня освободилась вот эта банка. Решила в нее пересыпать. Единственное, что надо там снять будет старую наклейку, добавить новую, обозначить, что это корица. Ну, по запаху и так можно будет понять. В общем, вот такие у меня кухонные рутины. А у меня уже зажарка готова. И, как я сказала, отправляю ее в кастрюлю, добавляю лавровый лист, даю немножечко прокипеть. И все, борщ готов. Разрешите? Спасибо. Понятно. Сегодня я приглашаю вас на особенную велопрогулку. Хочу с вами поделиться рассуждениями, философией, психологией. Я на днях читала книгу, которую уже, по-моему, в одно время зачитала до дыр. Это книга «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги. Был период в моей жизни, когда именно эта книга помогла мне выйти из депрессии. С тех пор я увлеклась этой литературой, далее я себя развивала, поступила в университет, выучилась, получила диплом психолога. И отдать должное с тех пор и по сей день у меня больше не было депрессии. Да, у меня есть какие-то переживания, какая-то тревожность, все это естественно, есть отчаяние, негативные какие-то мысли, но я с этим справляюсь. И не раз об этом рассказывала здесь на ютубе, в своих постах и в других социальных сетях, в частности, например, в телеграм-канале. Я очень часто стала делиться мыслями. Короче, поскольку я прорабатываю эту книгу, просто освежаю некоторые факты, я решила вам зачитать основные положения, точнее основные моменты, которые, может быть, вас вдохновят или помогут что-то преодолеть. И Елиза мотивирует прочитать эту книгу полностью. Ну а сейчас я прервусь буквально на несколько секунд, хочу прокомментировать это удивительное место, это достопримечательность Астрономический бастион. Он был построен еще при Кёнигсберге в 1860 году. Такое название Астрономический бастион утвердилось благодаря расположенной напротив Кёнигсбергской обсерватории Бесселя. Кстати, в те годы Кёнигсберг стал одним из ведущих исследовательских центров астрономии во всей Европе. И именно в Кёнигсбергской обсерватории была сделана первая фотография солнечного затмения. На сегодня от бастиона осталась только внутренняя часть, полукруглое двухэтажное сооружение. Кстати, если вы посмотрите вид сверху, то чем-то похож на знак вопроса. Эти съемки я делала в 2021 году, это была осень, поэтому, я думаю, заметна разница по листве, но зато вы можете видеть его сверху. Пожалуй, на этом я остановлюсь. Если интересно, можно погуглить информацию в интернете. Ну а я вернусь к психологии, к тому, что обещала. Первая мудрость из книги – это живите одним днем. Наше главное дело – это не смотреть на то, что лежит в туманной долине расстояния, а делать то, что лежит непосредственно под рукой. Лучший способ подготовиться к завтрашнему дню – это сконцентрировать весь интеллект, весь энтузиазм на выполнении наилучшим образом сегодняшних дел. Это единственно возможный путь хорошо подготовиться к будущему. Отгородитесь перегородками от прошлого и будущего. Живите делами сегодняшнего дня. Есть только сегодня. Цените то, что вы имеете здесь и сейчас. Хотите 8 слов, которые могут изменить вашу жизнь прямо сейчас? Наши мысли делают нас теми, кто мы есть. Наше мышление определяет нашу судьбу. Эмерсон сказал, человек – это то, над чем он думает на протяжении дня. Основная наша проблема – правильный выбор направления мысли. Римский философ Марк Аврелий заключил это в 8 словах, которые могут изменить нашу судьбу. Готовы? Так вот, наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. Все. Нужно понять, вы не то, что о себе думаете, вы то, о чем вы думаете. Если вы хотите обрести спокойствие души и счастье, следуйте правилу. Думайте о светлом, бодритесь, и вы будете чувствовать себя веселыми и бодрыми. И последнее, пожалуй, на сегодня очень популярное высказывание. Если вам достался лимон, делайте лимонад. Чтобы преодолеть чувство беспокойства, нужно из лимона, если он вам достался, делать лимонад. Великий педагог Альфред Адлер, посвятивший жизнь изучению человека и скрытых его резервов, заявил, что одной из самых поразительных способностей человека является обратить минус в плюс. Предположим, что мы подавлены и чувствуем, что не можем обратить свой лимон в лимонад. Но есть две причины, по которым мы должны все же попытаться сделать это. Во-первых, мы можем добиться успеха. А во-вторых, если мы даже не добьемся успеха, просто попытка превратить минус в плюс заставит нас посмотреть вперед. А не назад. Она заменит нам отрицательные эмоции положительными. Она высвободит творческую энергию и займет нас так, что у нас не останется времени на то, чтобы оплакивать прошлое и навеки ушедшее. Следуйте правилу. Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. На сегодня я заканчиваю с вот таким форматом психологии, прогулки. Кстати, поделитесь, это зашло вам интересно, полезно. Не стоит смешивать прогулку с психологией. Хотите, чтобы я вот сидела и в камеру что-то говорила? И, конечно, это только несколько фраз из этой чудесной книги. У меня там есть еще подборка классных, мотивирующих вот таких правил, примеров. Поэтому, если хотите продолжения, дайте мне знать об этом в комментариях. Можно указать предпочтительный формат подачи такой информации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, всем пока!